привет меня зовут артем лысков и я приветствую тебя на первом подкасте посвященному актерскому мастерству здесь мы говорим про профессию про путь к успеху и про мотивацию если у тебя есть какие-то вопросы смело оставляй нам комментарии и также пиши отзывы потому что это очень помогает в развитии подкаста спасибо и приятного прослушивания добрый вечер в москве вечера в нью-йорке утро мы сегодня подключаемся приветствовать будем гости который живет штатах в нью-йорке его зовут артем лысков напомню меня зовут инга я основатель онлайн школы о курсы и мы будем сегодня обсуждать тему актерского мастерства подключаемся к артему и с радостью будем вы напишите пожалуйста как меня слышно видно все ли хорошо привет привет здорово что ты у нас у тебя там день а у нас вечер у нас день у нас прекрасная погода смотри какая у нас прекрасная погода да и солнышко сегодня не знаю видно тебе не тут я вижу да классно классно а где ты живешь какого тебе район я живу в в нью-йорке во первых а во вторых в метауне то есть это театральный дистрик такой-то называемый не просто не случайно это место потому что вокруг круг театры сейчас печально известная потому что они закрыты к сожалению на да и меня знаешь я очень люблю театр и как и зритель то люблю и мне всегда очень хотелось знаешь выходить из дома и ощущать себя что ты в театре у меня всегда в детстве была мечта я хотел жить рядом с театром и кажется что когда у меня появилась возможность выбирать где ты живешь я решил что раз у меня есть такой выбор думаю надо делать то что всегда хотелось а всегда хотелось жить рядом с театром ходить и чтобы до театра было знаешь не ехать час потом домой а чтобы до театра было чтобы до театра было близко поэтому я вот так и выбрал себе место очень вдохновляюще люблю это центр это почти тайм-сквер то есть очень удобно встречаться друзьями приезжать нью-йорк всегда придут на тайм-сквер поэтому класс не знаю мне очень нравится многие меня спрашивают конечно говорят что это же ужас столько туристов как можно здесь жить я слушаю получаю удовольствие потому что ну вот это как хорошая энергия люди люди сюда приезжают сейчас я все все еще борюсь со всем статем люди сюда приезжают и вдохновляются знаешь вот этим видом и это энергия она здесь рядышком поэтому я думаю классно место классно здорово слушай давай тогда мы с тобой немножко познакомим тебя с нашей аудитории может быть кто-то не знает но я уже по моему все написала что написала хотя бы пример спасибо честно я не помню я была на первом курсе мне кажется сериал ранец и я смотрела твой как бы старт мне кажется карьеры реально классная история про школьную жизнь и скажи пожалуйста ну так в общих словах что ты закончил где ты продолжаешь учиться и где-то сейчас снимаешься и какие такие свои самые личные любимые роли которые вот у тебя были кино в театре слушай актерский путь мой он давно начался такой наверное просто внешний когда это вышло внешнюю среду это уже в момент когда я уже поступил уже заканчивал щукинское училище на четвертом курсе начал сниматься в сериале ронетки как раз в тот период вышло как-то знаешь этот сериал попал в какой-то такой мейнстрим и мы стали герои все этого сериала как-то знаешь так да популярны резко вот а так да я закончил щукинское училище я профессиональный актер я работал в театре вахтангова работал московском театре мюзикла после ранета конечно же тоже много снимался я актер озвучание профессиональный ты можешь наверно слышь по моему утреннему голосу по такому немножко еще знаешь у нас 10 утра вот поэтому я озвучил много фильмов и конечно работаю музыкальном театре и привел сейчас нахожусь в центры американского музыкального театра прямо не прямиком на бродвей вот это кратко кратко наверное обо мне а с точки зрения преподавательской деятельности не посчастливилось я постоянно путаю возраст но где-то по моему не было 20 наверно 3-24 года когда меня пригласили на вновь открываешь открывающийся курс музыкального театра в щукинском училище был набор целевой целевой набор для театра мюзикла меня пригласили туда поделиться опытом и вот таким образом у меня началась преподавательская деятельность потихонечку начиная передавать опыт американский музыкального театра детям ну детям студентам нашим и мне стало вдруг интересно заниматься еще и знаешь какой-то такой ну не научной деятельностью может быть пока но по крайней мере каким-то изучением моментов драматического актерского мастерства и как как эта штука работает насколько она современная насколько она актуальна сейчас и вот этот взгляд новый на актерское мастерство наверное и привел к тому что чем я сейчас в основном и занимаюсь до привела к тому что я открыл школу в нью-йорке и занимаюсь в принципе преподаванием да занимаюсь как раз преподаванием каким-то таким знаешь какой-то нового концепта я не могу сказать что пока эта история называется когда системой новой либо новым методом я не могу сейчас называть такие громкие слова но что это новое какое-то концептуальное решение новый взгляд на известную систему станиславского на актерское образование это сто процентов вот спроси меня про школу конкретно тебя интересует я тебе расскажу давай про школу какой формат обучения какие у вас направления и можно ли туда вашу школу прийти если ты никогда не вообще не играл но очень любишь кино очень интересуешься театром ну даже хотя бы просто там на уровне потребителя да какой должен быть вообще кроме желания что еще нужно иметь слушай ты на самом деле сказал ключевую фразу про желание потому что как показывает практика у нас на самом деле у всех у нас у всех проблема как раз именно с желанием не в том что типа я не хочу а в плане того что вот это желание оно никуда дальше не проходит то есть как бы говорить мы все говорим да я хочу похудеть я хочу красиво выглядеть но вот это за словами я хочу ничего не стоит физического никакого действия поэтому как и в любом деле в моем то же самое нужно вот именно такая мотивационное какое-то желание которое приведет тебя к действию развиваться у меня я сразу развею вот эти какие-то может быть сомнения в том что я занимаюсь только с профессионалами это неправда потому что с профессионалами я в основном занимаюсь в узах да которые уже поступили учиться учиться на актерскую профессиональную это ищукинское училище этой я сотрудничаю с гитисом я часто езжу на сахалин сахалинский государственный университет в американских вузах у меня есть я работаю как приглашенный преподаватель то есть с профессионалами у меня есть место где работать где там профессионалы что касается студии моя как раз история была в том что актерское мастерство для всех актерское мастерство это не только для актеров даже да и для обычного человека и для всех профессий потому что база актерского мастерства она выходит далеко далеко за пределы театра и многие часто пугаются этого слова до актерского средства когда ты приглашаешь человека и говоришь приходи заниматься на актерское мастерство и люди такие нет только актерское мастерство я абсолютно эту эмоцию я абсолютно знаю потому что она сродни там той эмоции когда например тебя я сам это очень не люблю И всегда, знаешь, когда так переживал, когда, например, я учился в театральном, и ты в какой-нибудь компании, или особенно в компании родителей, говорят, о, ну ты же артист, давай, типа, выходи, давай, прочитай нам чуть-чуть, спой. И я такой, блин, нет, только не это, потому что... И многие, кстати, представляют занятие актерским мастерством именно как раз вот ту, выход из той зоны комфорта, которую я сейчас описал. На самом деле это совсем не про это, потому что мы, конечно, говорим про актерское мастерство и про начало, про базу, то в базе актерского мастерства стоят очень базовые и очень нужные нам все вещи. Это работа с вниманием, работа с фантазией, воображением и умение взаимодействия. А вот уже с кем и с чем взаимодействовать, это уже можно разбираться. Поэтому все базовые такие тренинги вначале это супер универсальные люди, потому что у нас сейчас у каждого и с вниманием, и с фантазией, и взаимодействовать нам сложно, потому что нам заменили все социальные сети. То есть вот смотри, да, ты как раз вот перетекаешь... Ты меня, правильно, ты меня останавливаешь, ты меня останавливаешь. Да, ты отвечаешь уже на мой вопрос, который я хотела задать, вот, то есть куда я готовилась. Я вот вообще тоже, ну я не актриса, и как бы, но обожаю все это дело, но мне просто очень интересно, как актерские навыки, вот именно какие навыки, и ты уже их перечислил, да, то есть получается, внимание, взаимодействие, что еще там было? И фантазия, фантазия, воображение. И фантазия, то есть три, как бы, таких, китай, не знаю, там, внимание, фантазия и воображение. Да, три направления, которые нужно развивать для того, чтобы стать внимающим человеком, тире, читай, интересным артистом. Да, да, хорошо. То есть как вот мы, какие, так сказать, что нужно делать, чтобы это развивать, то есть какие инструменты используются, например, для развития там актерского внимания? Что вы делаете? Хотя бы просто там пару-тройку каких-то, может, упражнений или там, не знаю, говорится, что это огромный, колоссальный, большой, длинный путь. Да, но вот что нужно делать актеру так вот, чтобы вот он постоянно был, тренировался и был в тонусе? На самом деле тренинг огромный, то есть он как бы, то есть вот этот момент тренировки артиста, это огромный, длительный путь. Это кажется сейчас, да, что мы перечислили, и каждый думает, ой, ну, внимание-то у меня есть фантазия, нормально, я вроде что-то могу придумать. И, ну, с людьми-то я взаимодействую нормально, на кассе, да, в универмаге. Да, ну, творчество-то у меня, знаете, да. Ну, а творчество-то вообще во мне везде, я вон картину могу отличить, понимаешь, и музыку слышу, понимаешь? И, ну, конечно же, нет предела совершенства везде, и, безусловно, да, это то направление, которое нужно развивать. Что касается театрального образования, почему оно такое сложное, почему оно такое непростое, и почему в нем нет универсальной, да? Почему? Вот здесь очень важно разобрать этот вопрос. Все-таки актерское образование – это история развития индивидуальностей. Поэтому тут очень важно, чтобы преподаватель, который преподает актерское мастерство, умел считывать людей, с которыми он работает. А самое главное – умел считывать проблематику людей, которые приходят, потому что у всех с разным. У всех с разным какие-то могут быть проблемы, поэтому сказать какие-то универсальные упражнения, наверное, сейчас будет в эфире очень сложно. Нужно смотреть по конкретному человеку. Основа вообще, как преподается это внимание? Оно начинается, на самом деле, с релаксации, с расслабления. Вот этот момент, вот он очень важен. Научиться расслабляться, научиться, знаешь, почему говорят, актерское мастерство поможет вам, знаешь, когда чекпоинт, чеклист идет и говорят, вот актерское мастерство. Снимет вас, значит, зажимы. Значит, научит чувствовать себя. Раскрепостит. Ты знаешь, вот эти все такие громкие слова, которые на самом деле – это огромнейшие, большие цели, до которых также очень сложно добраться. И часто актерское мастерство в базе в своей, в начале, превращается в… Мы даже смеемся иногда с ребятами, мы называем это психологический кружок. Потому что это действительно многие упражнения, которые кажутся очень простыми, например, на расслабление, на дыхание, на активацию органов чувств, на вообще вот момент, вот это включение в момент здесь и сейчас. Активируют те самые триггеры, от которых, по которым люди ходят часто к психологу. И вот это очень интересный тоже момент. И вот это тоже очень интересный момент. Потому что мы в основном в жизни привыкли работать наружу. Мы отдаем, мы отдаем, мы отдаем, мы отдаем. Мы постоянно общаемся, у нас что-то, знаешь, у нас постоянно здесь, значит, здесь, 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 здесь. Человек очень мало сейчас в современном мире остается наедине с самим собой. Актерское мастерство, оно, знаешь, тебя как будто изолирует. Актерское мастерство, тебя изолирует как бы от внешнего мира и оставляет тебя наедине с самим собой. И многим страшно. Многим страшно. И вот тут начинается как раз работа. Да, потому что, знаешь, страшно не от того, что там что-то страшное, а страшно от того, что часто люди в первый раз слышат себя, слышат свои мысли. Или видят, сколько, какое движение идет в голове, как быстро работает мозг, или как невозможно справиться с каким-то мыслительным процессом. Вот это интересно. Нужно учить расслабляться. Поэтому самый главный секрет актерского мастерства – это свобода. Так, хорошо. Смотри, как в обычной жизни, у нас вообще тема, как вообще применять актерское мастерство в работе и жизни. Давай попробуем как-то людям объяснить, что им делать, как выбрать школу, как вообще начать поиск того самого места, где ты будешь там, допустим, в своем небольшом городе, к примеру, там, не знаю, маленький город, и есть там несколько студий. Вот как вообще выбрать человеку, где ему этим заниматься? Может, ему этим заниматься онлайн, да, по скайпу, там, по зуму, с педагогом. Вот как ты на своем опыте считаешь, что, ну, как вообще начать, так сказать, человеку, вот он, допустим, работает с менеджером, там, не знаю, по продажам. Ну, надо, вот хочется раскрыться, да, и он где-то почитал, ему сказали, что, слушай, ну, вот актерские курсы классно тебе помогут в продажах. Ну, просто даже, вот, казалось бы, да, разные совершенно области, но вот как начать с педагогом? Слушай, ответ ровно такой же, как найти хорошего врача или как найти хорошего парикмахера, да? То есть, хороший врач, хороший парикмахер, понятие растяжимое, конечно, да, и для каждого, каждый хороший. Но поспрашивать, поспрашивать, потому что, как бы, узнать вообще опыт, узнать людей, многие делятся же, да, то есть, как бы быть как-то с открытыми ушами, с открытыми глазами, если ты ищешь это. А потом ты все могла попробовать, любой, любой запрос, я думаю, где-то в поисковой системе что-то выведет, посмотреть. Знаешь, в актерском мастерстве это выбор своего рода партнера, да? Вот как ты выбираешь партнера, если мы, например, знакомимся в социальных сетях, да? То есть, как ты им выбираешь партнера, например? Ну, ну, рассказывай, рассказывай, ты сейчас рассказываешь, а ребята, которые... Как он не видит, да, какое у него окружение, в порядке у него там с внешним видом, какая одежда, какой стиль, какие посты он там, допустим, репостит, о чем он, какие у него мысли, как он думает, какие комментарии он оставляет, кто у него в подписчиках, на кого он подписан. То есть, ну, как-то я буду оценивать его сопоставление с моей картиной мира, и если она сходится, да, по ценностям, то я буду, наверное, заинтересованным в данном человеке. А если есть видео? Если есть видео, что больше видео смотреть? Все, видео, да, видео, конечно, посмотрю, потому что там есть мимика, там есть жесты, там есть его голос, и как он вообще чувствует себя перед камерой. Если у него все с этим мог, то, значит, он и человек, приятный и общительный, и с ним будет легко. Ну, потому что я такой экстравертный, и мне кажется, что да. А людям некоторым, возможно, это совершенно не нужно. Они будут искать, наоборот, себе такую же скорлупку, чтобы, ну, вместе там как-то... Ну, не знаю. Ну, вот у меня... Ты абсолютно сейчас ответила на свой вопрос. Абсолютно. Вот то, что вот я могу под каждым словом подписаться только так. Только так, потому что преподаватель по актерскому мастерству ищут как партнера, как друга, наверное, потому что, во-первых, а, тебе нужно внимать этому человеку, доверять ему. Знать, что он компетентен. Для тебя, потому что для каждого по-разному компетенция возникает. Вообще, в принципе, иметь с ним связь. Вот понимать, что да, тебе человек это нравится. Неважно по каким образом, не по каким качествам. Не всегда, кстати, я могу единственный момент поправить, не всегда преподаватели актерского мастерства, хорошие преподаватели, могут быть сами прекрасными ораторами. Не всегда эта штука срабатывает. Тут самое главное, коннект, чтобы был. Потому что, ну, слушай, это же знаменитая штука. В театральных школах... Сапог без сапог? Ну, не то, что сапог без сапог, а просто, знаешь, все-таки преподавать – это дар. И чтобы с этим даром еще совпал дар хорошего артиста, это вдвойне сложно. Поэтому есть такие люди одаренные. Мне так уже говорили, да, потому что, когда я искала преподавателей, у меня есть детский курс для школьников, как публично выступать детям, там, у доски, на соревнованиях, ну, где бы там ни оказались, потому что это действительно была большая такая проблема. Она есть и сейчас, дети действительно замкнутые, и тяжело им вот это все дается. И я, когда искала педагогов на свой курс, мне сказали, не бери актеров, бери именно педагогов. Я говорю, почему? Потому что актеры не всегда могут преподавать. И обратная такая же схема, получается, что все правильно пишешь. Абсолютно верно, потому что это все-таки разные дарования. И, как ты знаешь, занимаясь образовательной деятельностью, ты понимаешь, что часто мастер, который классно что-то делает, не всегда может передать это, не всегда может рассказать. Потому что дело творческое, актерское, например, да, это дело таланта. А дело таланта, оно, знаешь, иногда спускается сверху. Потому что, знаешь, как бывает у нас, что, ой, я сыграл, а как сыграл, не знаю. И сыграл классно. То есть ты понимаешь, что ты сделал это классно, а вот попросишь тебя повторить, и ты не повторишь. А ты можешь только еще раз заново сделать. Это, кстати, принцип обучения актерскому, да, сделать здесь все и сейчас. Не пытаться повторять. А преподаватели, они все-таки, знаешь, это другой вид мышления. Преподавательское мышление, он немножко пытливый. Он из разряда того, что, а как это получилось? Так, 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 а как? А если это с этим, вот с этим, вот с этим? А как объяснить? Ага, я пытаюсь объяснить, а человек не понимает, да? Надо мне по-другому найти подход. И вот этот момент такой, знаешь, как бы пластичности под людей, это отдельная штука. Потому что я не просто так, знаешь, давлю на эту тему по поводу развития индивидуальности, потому что мне кажется, что... А в актерском мастерстве, конечно же, нужно заниматься индивидуальностями. Но по большому счету в любой преподавательской деятельности нужно заниматься развитием индивидуальности. Потому что мы настолько все сложны, мы настолько все, знаешь, индивидуально в хорошем смысле этого слова, что нужно преподавателю быть всегда очень, знаешь, на... Как это сказать? На вот... Представляешь, забывая русские слова стал. Вот, знаешь, когда ты... Чутье? Чутье должно быть у тебя. Когда вот этот момент меняется, когда человек понимает или не понимает, и ты вот как бы с ним проходишь этот путь. Не просто, знаешь, там, по методичке читаешь. А сейчас, значит, да-да-да-да, не такое. Кто не справился, вот двойка. А давай спросим нашу аудиторию, чтобы они не скучали у нас. Скажите нам, пожалуйста, кто-то из вас уже занимался актерским мастерством? Если не занимались, то хотели бы вы... Расскажите про ваш опыт и вообще, почему вы сегодня смотрите нас, и почему вам эта тема интересна, какие у вас ожидания, чего бы вы хотели, ну, как-то себя там, да, прокачать в этом мастерстве, и хотели бы вы поучиться. И пробовали ли вы где-то уже, и расскажите, может, у кого-то есть опыт. Поделитесь с нами. Так, мы, значит, продолжаем, да? Я там не ответил еще на продолжение вопроса. Да, да, да. По поводу того, что образование, по поводу актерского, мы это обговорили, а как его, где его сейчас искать? Сейчас, на самом деле, пандемия открыла прекрасные возможности, потому что многие преподаватели, я даже про себя сейчас говорю, которые никогда не работали в онлайн, которые, например, работали там в театральных школах, преподавали в вузах, и, в принципе, были против того, что можно в актерском мастерстве преподавать онлайн. Ввиду пандемии, ввиду новой реальности начали делать это онлайн. То есть у людей появилась возможность, у людей появился доступ к преподавателям, которые до этого были недоступны. Да, это очень классный опыт, я уверена, что да. Это, на самом деле, очень классная тема, и после того, как я запустил онлайн-версию своей школы, она изначально не была сделана как инфобизнес. Это 100% очные классы, один на один, с людьми. Да, вот мы еще занимались. Артем лучше актера, учиться надо улучшить. Спасибо большое. Вот, и когда вышла эта история в онлайн, у людей из разных абсолютно уголков мира появилась возможность поучиться у тех, кто был до этого недоступен. Я, например, до этого был недоступен, например, для Украины, или я не был доступен, находясь сейчас уже в Соединенных Штатах, я не был доступен, например, для моих ребят в Москве или в Петербурге. И вот эта возможностическая, она была раньше недоступна. А сейчас, ввиду того, что мы начали заниматься онлайн, появилась возможность собирать одновременно ребят абсолютно из разных кусочков вообще нашей планеты. Это потрясающая история. Потому что я вот этому очень... Ну, лучшее личное, скорее всего, да. Маша пишет, да, занималась. Я хочу сказать, что мне очень нравится эта лучшая школа. Спасибо вам большое, Артем. Благодарю вас от всей души. Прекрасно. Маша, спасибо тебе большое. Мы очень рады. Я обязательно буду рекомендовать. И уверена, что мы обязательно найдем какие-то точки соприкосновения. Потому что сейчас я готовлю курс по самопрезентации, и туда я хочу включить актерский тренинг. И мне нужно, чтобы были эксперты, так сказать, из разных областей. И поэтому мы, может быть, какой-то совместный с тобой можем сделать коллаборейшн. Да, было бы здорово. Да, давай. Дальше. Да-да, задавай, задавай. Меня друзья называют «Радиоточка», поэтому я могу говорить, но стопом. Да, занимались с актерами, с педагогами. Ты меня перебивай. Благодаря карантину открыла для себя классы Артема. Я читаю комментарии, потому что это очень круто, когда люди... Да, и в этом году предложили заниматься актерскими с малышами. Очень интересно и полезно. Спасибо. Супер. Здорово. Значит, люди, видишь, интерес есть. Значит, потребность есть. Значит, мы все правильно делаем. Туда верным курсом идем. Так, дальше. Вопрос у меня такой. Легко ли, ну, в принципе, уже легко ли быть актером такой, или актрисой? Кажется, что, ой, ну, это так вообще, наверное, ой, все эти... Кто-то считает, что это очень просто. И даже не считает некоторой это профессией. То есть, ну, актеришка какой-то там, да, или, ой, ну, что она актриса, что она может... Ну, как бы, есть такой стереотип. А некоторые, да, другая категория людей считает, что это самый титанически сложный труд. Что-то сыграть, вот. Поэтому тебе легко быть актером. Это твое призвание. Ты чувствуешь себя в своем. Своей тарелкой. Я могу рассказать про себя, а потом я задам вопрос. Я обожаю это дело. Я занимаюсь своей любимой профессией, которой я всегда мечтал заниматься. То есть, в этом плане я абсолютно счастливый человек. И действительно, моя профессия, это мое хобби. И я получаю удовольствие от нее. Трудная ли она? Конечно, да. Это любая профессия. Да, то есть, я не просто так хотел задать вопрос. Каждый человек сейчас, который занимается, либо планирует заниматься какой-то профессией, либо погружается, то есть сейчас учится быть врачом, быть, не знаю, починить двигатели, чинить автомобили, заниматься, не знаю, какой-нибудь каким-нибудь строением. Каждый человек, наверняка, погрузивший в какую-то тему, может сказать, ой, господи, это оказалось так намного сложнее, чем я думал. Да. То есть, например, вот можешь показаться со стороны, ну, массажист, ну, чего там делать вообще? Господи, ну, сиди, пришел, тебе лег человек, ты его гладишь, 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 гладишь. И как бы вот, и вот нажимаешь куда хочешь, и вот, ну, вот тоже работа. А вот у меня есть друзья-массажисты, да? Ну, то есть, как бы у меня есть подруга, которая закончила. Я сама ходила на курсы массажей, умею делать массаж, это сложно, реально сложно. Да. Во-первых, это сложно, во-вторых, это физически тяжелый труд. Ты просто устаешь. Просто вот это к вопросу про то, насколько это все по-разному, под разным углом. Также можно про любую профессию сказать. Парикмахер, да, ну, вот что, или там косметолог, ну, вот сиди, намазывай крем. Вот тоже профессия легкая, ты попробуй. Да, или ногти там, да, сделай. В каждой профессии, когда мы начнем погружаться, она открывается. То же самое с актерской профессией. Конечно, ввиду того, что актерская профессия, она больше на виду, то есть, как бы, смысл этой профессии на виду. Конечно же, популярность и дела, вот эти все истории яркие, они смещают наши представления. Кажется, ой, ну, слушай, ладно, что тут вышел, спел, станцевал. У меня, к счастью, таких ребят мало очень, которые вот так относятся. Но кто вот залетный, я им всегда говорю, попробуй выходи, выйти, попробуй. Если где-то было, открой дверь, дверь открой. Дверь, это гениально. Открой дверь, это гениальная штука, это упражнение. Оно самое простейшее, его очень мало кто... Слушай, ты не могу понять, то ли я зависаю, или ты у меня подвисаешь немножко. Я у тебя нормально? У меня ты немножко в квадратиках таких, но мне кажется, потом оно будет нормально. Я себя идеально вижу, да. Тебя хорошо слышно, но это немножко размытое изображение. Не очень хорошо. Это было, но потом, когда я сохраняла эфир, все было ок. Я могу попробовать переключиться, я могу попробовать уйти с Wi-Fi. Хочешь, попробую? Если что, переподключимся. Да, я надеюсь, мы... Я тут, я тут, я тут. Давай, давай, попробуй. Я-то останусь тут. Раз, два, три. Так не лучше? Нет, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, да? Было, 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 да, ничего не изменилось. Было, что резкость была лучше. То есть ты меня хуже видишь. А скажите, пожалуйста, кто нас смотрит, как вообще Артема видно? Ладно, у меня просто... Я слышу, что я немножко... Ты у меня подвисаешь, я переживал, думаю, может быть, у меня проблемы с интернетом. Если вдруг меня станет плохо видно, я обратно вернусь на Wi-Fi. Давай. На чем мы там остановились? Мы говорили про легко ли быть актером. Да нет, слушайте, ребят, ну, конечно, сложно быть актером. Сложно быть актером. Я, конечно, не могу сравнить актерский труд, например, с людьми, которые работают в шахте или, например, таскают, я не знаю, настройки какие-то, материалы. Конечно, это другого рода труд. Да, так же, как нельзя сравнить труд научного работника, который исследует и занимается, например, разработкой чего-либо с физическим трудом. Понимаешь, с физическим трудом. Потому что это абсолютно разные вещи. Каждый для своего, как бы каждый создан для своего. Актерская работа, она помимо вот этой всей внешней оболочки, которая уже выходит на суд зрителя, это же маленькая-маленькая частичка айсберга. Потому что в основном актерская работа, она скрыта вся внутри. Это проработки, это разборы, это какие-то мыслительные процессы, это огромное количество репетиций, это огромная работа с памятью. Потому что вы вспомните, когда вы были последний раз в спектакле, в театре, на спектакле, сколько он шел по времени. В спектакле есть и два, и три, и четыре часа. И вы что думаете, мы что, забегаем за кулисы и подглядываем, что ли? Мы же все это знаем наизусть. То есть, как бы, вот этот момент твоего навыка, то, что ты можешь знать огромный объем текста, и я открою вас сейчас, может быть, секрет, мы в основном спектакль, мы не знаем только свои роли. Потому что оно же записывается, да, мы репетируем. Ты же часто знаешь реплики и всех остальных. Потому что, то есть, как бы, мы по большому счету знаем, внутри нашей головы есть спектакль. А если это спектакль один, а если два, а если три, а завтра нам выступать и там петь чего-нибудь, а тут там что-нибудь считать. Это же тоже объем. Об этом тоже мало кто задумывается, но я ни в коем случае сейчас не говорю, как нам тяжело и вообще какая тяжелая. Да нет. Слушайте, профессия замечательная. Просто должен каждый заниматься тем, что ему дано. Если тебе дано играть и запоминать, занимайся. А тогда вот такой вопрос у меня. Он, кстати, был у меня там вопросов перед эфиром. Как вообще добавить в свой блог, в свою презентацию, в свои выступления? Что делать людям, которые хотят немножко украсить, да, свое выступление, но вот у них там есть некие там зажимы, есть некое стеснение, они скромные, в принципе. Но вот внутри они, честно, очень хотят вот так вот, ну, эх, привет, друзья! Ну, как-то так бы выступить классно или записывать себя, даже про свои услуги рассказывать как-то более, да, там, весело, задорно. Но вот что им делать? Какие ты посоветуешь... Что ты посоветуешь? Смиря, я, во-первых, я, во-первых, давай поиграем с тобой в интерактивную историю под названием «Ты пришла заниматься ко мне, и ты мне вот такая говоришь, вот пришла такая, знаешь, на прием, и ты такая говоришь, вот, Тема, я хочу вот прям на презентации, эх, и первым... Да, и ты мне такая говоришь, а что мне нужно для этого сделать? Вот ровно почти так же, как ты мне сейчас задала этот вопрос. Я первое, что спрошу, вот эх, это что в твоей понимании? Что вот это эх значит? Что это такое для тебя? Ну, наверное, это зайти и так поприветствовать зал и рассказать о себе, так, чтобы в тебя, ну, влюбились хотя бы там с первого, со второго, третьего взгляда, ну, как-то обаять аудиторию и при этом сохранить свое естество, то есть остаться собой. Для чего? Шутом. Для того, чтобы... Для чего обаять? Впечатление. А для чего произвести впечатление? Ну, если я, допустим, хочу что-то продать, к примеру, или рассказать о том, чем я занимаюсь, вот у меня есть там некая тема моего блога, или там я... какой-то бизнес у меня, и мне нужно, чтобы я была более вот... отличалась от тех предыдущих там ораторов, которые там выступали, к примеру, там, на конференции, или там в фототе-сторис. Ага, стоп, так, секунду, секунду, секунду. А чем, а чем, а чем, а чем, а чем, а чем те были плохи? Ну, я не знаю. Вот, вот, вот ключ. Вот это я не знаю. Да, да, вот ключ, вот ключ. Мне кажется, что все были хорошие, наоборот, а я, наоборот, не очень. Мне нужно как-то постараться сделать так, чтобы... Тогда мой вопрос всегда... Ребят, вот то, что вот эта цепочка логического мышления, я, на самом деле, вы каждый можете сейчас сделать, каждый наш зритель может сделать, занимаясь любым решением любого вопроса. А чем они были лучше тебя? Ну, они были более открытые, естественные, астичные, и у них это получается как будто бы само собой. А я должна напрягаться, думать. Как я тут выгляжу, как я тут стою, как я тут двигаюсь. То есть, по большому счету, ты хочешь... Мы пришли к тому, что ты хочешь быть более естественной, более артистичной. То есть, я это считаю, наверное, более свободной. Да, так же, как ты, например, с друзьями ведешь, чтобы ты не сжималась при аудитории, и ты могла быть такой же свободной, как ты ведешь, например, себя с друзьями, и вообще после второго бокала шампанского. Уже тебе уже хорошо и уже весело. Да, так же вообще. Да? Там сразу... Вот. То есть, по большому счету, мы пришли к тому, что ты приходишь за результатом, а я тебе говорю, на самом деле, что... Какие навыки за этим скрываются, чтобы получить этот результат. Да. Потому что... Из того, что я услышал, я просто не... Опять, видишь, чем отличается работа с педагогом от работы, например, просто с коучем или с человеком, который отвечает на вопросы. Я заставляю тебя задумываться, чтобы ты задумывалась, находя ответ. Вот это ключевой момент в образовании, чтобы ты задумывалась сама. А я тебе могу сказать уже, из твоего... Из твоей речи я услышал, что ты хочешь быть более убедительной, более свободной и теперь раскрепощенной, да, и, соответственно, получать удовольствие от того, от своей презентации. И вот это, вот это, это уже актерское мастерство. Да, и вот это уже актерское мастерство. И опять же, как мы с тобой вначале говорили, все начнется с навыков расслабления. Мы будем с тобой учиться. Мы будем с тобой сначала пробовать расслабляться. Да. Мы будем пробовать расслабляться, и мы будем смотреть, насколько у нас получается, насколько нас хватает, получилось ли расслабиться или нет. А если не получилось, то на чем споткнулись. А какие мысли были? А как? И опять начинается большой-большой-большой-большой процесс. Вот, а потом с точки зрения презентации, например, чтобы быть более убедительной, нужно всегда, во-первых, знать, что ты хочешь сказать. Это я уже залезаю в паблик-спекинг. Смысл любого публичного выступления – это ощущение экспертности. Как только человек понимает, что он эксперт, что он обладает информацией, которую он очень хорошо знает, понимает, его не смутит никакой вопрос, он может задуматься, он может найти этот вопрос. Он не обязательно должен знать на него ответ, но он может задуматься и в своей базе ответ на этот вопрос найти. Вот если это ощущение есть, то тогда и приходит то ощущение свободы. Но чтобы вот это ушла, тебе очень важно понимать и ощущать, даже я вот это слово больше использую, очень важно ощущать момент того, что ты понимаешь, о чем ты говоришь, что ты хочешь донести. А это чисто актерская задача, потому что мы, когда начинаем работать с артистами, уже над материалом. Первый вопрос, который мы задаем всегда артисту, который разбирает роль – что ты хочешь. Вот этот момент, вот этот момент «что ты хочешь», он ключевой. И часто с ребятами, которыми я занимаюсь публичными выступлениями, я работаю как раз очень много над тем, чтобы научиться находить вот эту внутреннюю часть, вот эту цель, что ты хочешь. Потому что каждый человек, если проследит свою жизнь в течение сегодняшнего дня, он может ее разбить на такие сегменты под названием «потенция». Я хочу есть. И дальше за этим идут какие-то действия. То есть какие-то, может быть, вербальные. Может быть, я звоню и говорю, алё, здравствуйте, можно мне заказать вот это, вот это, вот это? Или я говорю, ой, мам, можешь мне, пожалуйста, приготовить сегодня вот это, вот это? Да, я хочу это. Потом, например, человек, ты хочешь, например, пойти куда-нибудь погулять, там тоже всегда есть причина. Вот этот момент причинно-следственной связи, вот это очень важно. И поэтому, знаешь, как бы, я сейчас пытаюсь просто это упростить и уложить это в две минуты. Да, да. Курс трехмесячный. Курс трехмесячный, да. Вот, вот очень важно понимать, что свобода, за свободой стоит понимание того, что я делаю. Вот если это я, если я упростил вот так. Ты понимаешь, что это значит? Что я пытаюсь сказать? Ну, я пытаюсь понять, но честно, еще пока туго доходит, потому что, ну, я, нет, это сложно. Я думаю, что сложно, то есть я думала, что такой обычный вопрос, как добавить артистизма, да, на самом деле, давайте развеем мифы и немножечко, может, кого-то разочаруем, что, во-первых, это не быстро. Во-вторых, это минимум три месяца, а лучше там продолжать постоянно, да. Но я так понимаю, что через три месяца в целом у тебя сложится какой-то пазл в голове, и ты будешь понимать, как это работает, и уже применять, ну, в зависимости от своего, там, да, таланта и что-то там набрал на этих курсах, да, и как ты вообще работал, вот еще что важно. Мне сейчас очень интересно спросить, если у нас есть ребята, которые занимались у меня сейчас какое-то время, у меня есть ребята, которые занимались три месяца, есть ребята, которые занимались шесть-девять месяцев, короче, ужас, вообще всю пандемию. Ребят, если вы сейчас здесь, поделитесь вашим каким-то путем, как у вас складывался этот пазл, потому что, опять, звучит все очень просто, да, сходи сюда, сходи сюда, и пазл сложится. Бывает, что не сходится пазл. Бывает, что пазл сходится у кого-то раньше, у кого-то через большое количество времени. То есть это опять такая очень вопрос индивидуальности. Поэтому мне очень интересно, если ребята сейчас поделятся, кто нас слушает, если есть тут ребята, которые занимаются, смело напишите, потому что нам очень интересно эту штуку про... Я не могу сказать, что обучение актерскому мастерству, оно идет постоянное. То есть ты постоянно, ты постоянно. У тебя меняется, после того, как ты начинаешь заниматься актерским мастерством, у тебя меняется момент познания информации. Ты начинаешь ее по-другому чувствовать, ты начинаешь замечать какие-то вещи, ты начинаешь обращать внимание на какие-то другие моменты. У меня самое смешное сообщение, кстати, в чате, в телеграме, в нашем внутреннем, что... Тёма, я теперь не могу смотреть сериал никакой, потому что я теперь смотрю, как они играют, я теперь вижу, какое у них там действие. Да, 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 да. И вообще ужас у меня... Поэтому это как раз к вопросу про то, что меняется ваш орган, как бы, восприятие. И это очень правильно, и это очень правильно. То есть, как бы, вот опять, понимаешь, вот... Да, да, говори, говори. Просто вот к твоему спичу, то, что когда я стала создавать курс для школьников по публичным выступлениям, и огромный блок был про речь, и мы с моими педагогами прекрасными всё это дело записывали, снимали. Я смотрела эти уроки сама, сама изучала, как это работает, силу голоса, вот эти все речевые практики, тренировки, похлопывания там эти, опора голоса. То есть я теперь, когда слышу очень плохо поставленную речь там в каком-то ролике, или где-то там в сторис, или где-то в телевидении там, или я... Так, ему точно нужен речевой тренинг, потому что, ну, это слышно, и зажимы слышны сразу. Хотя я вот буквально, ну, посвятила этому месяца два, да. Но вот абсолютно с тобой согласна, что всё, ты больше не можешь по-другому. Ты всё время оцениваешь, как человек говорит, и что ему можно улучшить. Ты хочешь прямо ему сказать, я тебе сейчас дам вот ссылочку, обязательно сходи там на мастер-класс и пойми, что тебе это, ну, пригодится. Поэтому, да, согласна, что тут... А я веду сейчас онлайн, я написал три курса. Первый — это актёрское мастерство, второй — это vocal production, как раз свобода голоса. И третий курс — это скрипт-анализ. Представляешь теперь, как я, как мне тяжело? В плане того, что я вижу там как бы в 3D, да, то есть я вижу, где проблема с мышлением, где проблема со стори-теллингом. Потому что от мысли до речь, между речью, до донесения мысли, там же ещё момент стоит из стори-теллинга, тебе же нужно ещё уметь рассказать это. То есть вынести, то есть там много-много-много-много всего. И это, на самом деле, ты знаешь, чем, наверное, обучение настоящее отличается от этих всех огромное количество марафонов и курсов, которые, знаешь, просто предзаписанные уроки. Я, например, вот эти предзаписанные уроки не делаю никогда. Знаешь почему? Потому что предзаписанный урок — это моё чисто мнение, относящееся к делам, которые я преподаю. Они как будто стандартизированы. То есть ты как будто записал какое-то усреднённое упражнение, которое должно подойти всем. Да. Но я с людьми в преподавании работаю последние, наверное, лет сколько? Семь-восемь. Господи, боже мой, будет. Подожди, в 23-24, если я начал, то уже 10 лет будет. У меня такой опыт работы преподавательский, что я понимаю, что вот эти стандартные упражнения, они не работают. Работает только индивидуальный подход. Вот если ты хочешь добиться результата. Конечно, если ты хочешь просто продать курс, что как бы вот, пожалуйста, купите. Вот урок 1, 2, 3, 4. Купите, пожалуйста. Но мне, например, это неинтересно. Мне интересно развивать людей, чтобы давать им реальные навыки, чтобы они индивидуально развивались и чтобы для каждого человека, который придёт, это занятие было чем-то полезным. Кому-то это будет на свободу, кому-то это будет на мышление, кому-то это поможет быть хорошим сторителером и рассказывать истории. Да? И это очень-очень всегда индивидуально. Поэтому, вот опять же, выбирайте преподавателя в зависимости от того, что вам надо. Потому что кому-то, кто-то приходит за сертификатом. Да? Кому-то просто нужно получить сертификат. Есть такие люди? Таблеточку волшебную. Быстро не понимаете меня, а то я тут плохо, вот что-то не очень хорошо выступаю. Но это, это еще другая история. Да, это таблеточка, это другая история. Давай, подожди, подожди, подожди. Про таблеточку подожди, давай комментарий прочитаем. Все-таки люди у нас там ответили на твой вопрос, твои, видимо, ученики. Актерское мастерство – это очень интересная, полезная вещь. Да, начинаешь замечать вещи, которые не замечала ранее, как играют и так далее. И очень много есть чего интересного. Спасибо вам огромное. И еще комментарий. Да, меняется видение. После каждого занятия по-новому начинаешь смотреть на мир и на себя. Вот так вот, товарищи. Класс. Слушайте, а у меня почему-то эти комментарии нет, представляешь? Я их не вижу. Да? Не знаю. Это вот твои ученики, я так понимаю, что... Да, наверное. Да, Мари, Спринг, и тут еще девчонки какие-то. Ага. Слушай, представляешь, не вижу эти комментарии. Ну, ладно, видимо, у меня все-таки немножко... А такое бывает, кстати, странно, да. Я тоже видела, что иногда, ну, в прямых эфирах, ну, не видят мой, например, комментарий, а видят другой. Короче, все. Ну, сегодня так немножко. Но ты сохранишь эфир, поэтому... Конечно, сохраню обязательно, да. Все посмотрите, кто не успел. Так. Давай про волшебную таблетку, которую хотят люди быстренько получить на курсах. А ее, на самом деле, не бывает. Я расскажу такую историю относительно этих таблеток. Про быстренько говорим про быстренько. Да-да, это, кстати, очень интересная тема. Вот мне спрашивают, можно ли получить быстрый... Можно... Ой, давай, я думаю, с какой стороны подойти к этому. Давай подойдем со стороны того, что людям, наверняка, нашим слушателям неизвестно в России. В Америке подавание актерского мастерства... Или вокалу, или танцу, неважно, любому творческой дисциплине. Есть разные преподаватели. Есть титчер, есть коуч. Вот есть преподаватель и есть тренер. Вот смотри, я тебе рассказываю ситуацию, а ты попробуй определить, кому, кому, какой нужен человек. Я актер. У меня завтра на сложную актерскую роль, в которой мне нужно сыграть что-то такое, что я до этого не испытывал. Не знаю, времени мало, результат нужен быстрый. Кто мне нужен, преподаватель или коуч? Преподаватель, титчер. Я думаю, что... Ключевой момент, смотри. Времени мало, одна ночь всего. Ребят, напишите, кстати, в комментариях. Ну-ка, напишите пока не, да, кто, титчер или преподаватель или коуч. Я просто думала, что коуч это такая длинная, long distance, чтобы... Нет, ты путаешь, ты путаешь. Конечно, это ровно наоборот. Коуч это человек, который не рассказывает, как это работает. Он просто тебе дает directions. Говорит, один, два, три, пойдешь сюда, посмотришь сюда, сделаешь здесь, здесь вдохнешь, здесь выйдешь, вот так споешь. И ты, делая это, не зная, почему у тебя нет на это времени, получаешь быстрый результат, справляешься с тем маленьким сегментом, который тебе нужен, например, да, вот, например, вот этот маленький монолог. Но дальше, ввиду того, что ты не знаешь, как это было сделано, это было сделано арендованными мозгами, да, то есть как бы ты как будто арендуешь знания у коуча, у тренера. Он тебе дает свои знания, у тебя нет времени их понять, у тебя нет... Почему? Ты просто ему доверяешь. Тебе говорят, здесь смотришь здесь, здесь смотришь так, здесь на этой фразе, здесь начинаешь вот так, а потом начинаешь улыбаться. И это получается вот так. Ты приходишь на пробу и тебе говорят, гениально, утвержден. Супер. Это коуч. Такая проблема коуча? В том, что, беря новый кусок, ты снова не знаешь, что с ним делать. У тебя нет знаний. Угу. И коучинговая история, которая, в принципе, и преподается как... И ты опять идешь, платишь, опять идешь, платишь 150 долларов за то, чтобы снова закрыть эту штуку. В рамках коучинга, коучинг это обычно 50-60 минут, то есть такой один на один класс. Ну да. Вот такие проблемы можно закрыть. Но если человек хочет быть профессионалом, уметь разбираться, то ему нужно к преподавателю. И, соответственно, если ты хочешь получить профессию, если ты хочешь быть профессионалом, если ты хочешь потом в дальнейшем передавать это, то тебе нужно учиться. Учиться – это история про коммитмент, то есть про долгий период, про какую-то ответственность. И, ну, как вуз, например, да, то есть ты будешь год, например, учиться. И ты будешь понимать, что тебе будет довольно, да, от самого простого к сложному, к сложному, к сложному. Мне история, конечно же, по душе преподавательская. Я люблю людям передавать знания, чтобы они потом дальше сами развивались. Прибыльная история, конечно, коучинговая, потому что многим, знаешь, нужно здесь сейчас. А параллель, какую можно провести, чтобы было понятно, это тело. Спорт. Тело. Вот ты придешь к тренеру, ты оверсайз, да, какой-нибудь, у тебя излишний вес. Да. И сильно излишний. Ты толстый. И ты говоришь, Миро, и говоришь, так, вы большой профессионал, я вижу, что вы там такой-такой-такой-такой-такой-то, молодец-молодец, вы там столько всем помогли. Так, я хочу к завтрашнему дню иметь шесть кубиков, иметь вот такие классные плечи, вот такую шею. И классную эту. Тонкую талию. Тебе тренер говорит. Да, да, тонкую талию. Здесь, значит, много, здесь, значит, мало. Ты в России? И тебе тренер говорит, ну, подожди, это невозможно. Да, ну, как бы, подожди, невозможно. Ну, вы же профессионал. В том, ура, молодец, молодец, да. И лисовец тебе и говорит, окей, давайте начинать работать. Проходит одно занятие, и человек говорит, где, где у меня здесь, и где у меня тут. Да. Да, и потом ты говоришь, вы же профессионал, я же про вас прочитал, вы же все знаете, вы же, типа, помогли этому и этому. Вот этот момент. Я же видела картинки до-после. Да. Это же ваша работа. Я думаю, что в контексте нашего примера второго, то быстрая таблетка, это, наверное, пластический хирург, который, наверное, может сравнительно быстро отрезать что-то там, да. Отрезать здесь, пришьем сюда. Да, и куда-то тут накачать чего-то того. Другой вопрос, что опять, через какое-то время, если ты не будешь снова знать, как это работает, ты снова поправишься, и снова тебе придется снова приезжать, снова что-нибудь там перекачивать. Я поняла, что если, если, можно я резюмирую в моей голове. Если ты хочешь добавить артистизма и актерского мастерства в свою жизнь и использовать это, то тебе нужно сначала минимум начать вот учиться на курсах, потом там это минимум три месяца, и дальше внедрять постоянно техники, практики в свою жизнь и смотреть, что работает, что не работает, использовать новый материал и ходить к новым. Преподавателям использоваться новыми курсами. Но если ты действительно решил, там, да, вот, я буду, ну, если тебе от этого прет, но ты не можешь, ну, тебе не хватает этого вот штуки этого телесных этих всех, да, расслаблений, не хватает речевых на правильной артикуляции, да, дикции. Но тебя прет, значит, учись, 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 постоянно учись, то есть все. И как только, и, конечно, нет предела совершенства, но я уверена, что даже у обычного человека там спустя, там, полгода, хотя бы девять месяцев будет результат. Я просто уверена в этом, потому что сама я этим начала заниматься где-то месяцев восемь назад. И, честно, те видео, которые были у меня раньше, и то, что я сейчас вообще веду прямые эфиры, для меня это как бы нормально. А первый прямой эфир, это было просто, я вот дверь боялась открыть, чтобы к камере подойти, чтобы как-то, ну, вопросы еще задавать. Ну, было сложно, да, был психологический зажим, речевой и так далее. Но я сказала, так, начинаем действовать, если ты не начнешь сама себя переступать и как Мюнхгаузен, там, говорить, давай, пробуй, у тебя получится. И, ну, как бы вот мой личный опыт говорит, что, ну, только-только стараниями, только выпиныванием самого себя из этой зоны комфорта поможет добиться результатов. Потому что, ну, не научит тебя коуч за одну ночь и не сделает из тебя, там, золушку, если ты, извини меня, фрекинг-бокинг. То есть, как бы... Смотри, но если... Вот так вопрос у тебя. Но если у тебя, например, ну, если у тебя завтра выступление, и тебя накрывает что-то, и тебе никуда не деться вступать, и ты фрекинг-бок, то, по крайней мере, коуч научит тебя, поможет тебе справиться с конкретными проблемами, и в случае фрекинг-бок, покажет тебе тот ракурс, в котором ты будешь не так толсто выглядеть. Да, хорошо. Тем, вопрос. Ты когда-нибудь пользовался у студии коуча? Я? Конечно. В опросе зала. Да. Конечно. Потому что, во-первых, мне нужен взгляд со стороны, иногда есть вещи, на которые нет времени, чтобы разобраться, и плюс у нас такое... Опять же, я живу в реалиях американского театра, и, ну, вообще, актерской истории. У нас бывает такое, что нам присылают, например, материал сложный за ночь. То есть, у нас есть всего, ну, сколько, вот, вечер и какую-то часть утром до call time, до время вызова, когда тебе есть время подготовить этот материал. И часто у тебя нет времени его впивать. Для этого ты обращаешься к коучам, обращаешься к профессионалам, и для того, чтобы они помогли тебе, помогли этот материал быстро освоить. Конечно. Конечно. Потому что куч — это, ты знаешь, можно сейчас подумать, что, типа, ну, ты сам преподаватель, ты же можешь сам разобрать. Я могу разобрать. Но часто мне нужен взгляд со стороны, особенно, когда у меня мало времени. И особенно человеку, который очень большой имеет багаж, опыт, и через него прошло много актеров, и он уже мастер в этом, и он как бы... Не всегда? Ну, ты знаешь, я бы как бы больше, опять же, возвращался бы к ответу на наш первый вопрос, когда ты ответила, насколько вы в коннекте, насколько ты с ним, насколько ты ему доверяешь, нежели сколько он подготовил человек. Потому что, ты знаешь, мы никогда не знаем, за счет чего люди получают успех, а не успешны. Может быть, это зачастую просто сложилось все так хорошо. Поэтому я просто, ты знаешь, безусловно, человек должен быть профессионалом, да, то есть чтобы вы ему профессионально доверяли, чтобы у него был опыт. Но вот это количество его опыта, это не это важно. Для тебя важнее, когда, особенно для индивидуальной работы, конечно, больше история вашей совместимости. Потому что эффективность вашей сессии один на один, она длится всего 60 минут, будет зависеть еще от того, насколько вы друг друга слышите, насколько вы можете быстро друг другу помочь. Хорошо, понятно. Так, давай будем закругляться. У меня, наверное, последний вопрос. Мое личное наблюдение. Такой вопрос, связанный с тем, что есть случаи, когда актеры попадают в политику. Рональд Рейган, Владимир Зеленский, ну, Арнольд Шварценеггер тоже, ну, не президент, но в политику он пошел. Да, управление. Скажи, пожалуйста, это совершенно две разных области, да, так сказать, это искусство, а здесь политика. Почему у них получается достичь такого результата, хотя они всего лишь актеры, то есть вот играют в кино, в театре. А тут политика, огромная ответственность за людей, за страну, принимать решения, от которых зависит жизнь людей. Как? Как это получается так вот, что человек приходит к власти? Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Да, я вообще, вчера меня осенил, я скорее записала, я спрошу точно у Артема, потому что это мне, мне вот интересно, почему как? Как это, как получается так? Перед тем, как я отвечу, задайте себе этот вопрос, задайте вопрос, который я сейчас вам задам, и у нас будет более интересная дискуссия. Когда вы приходите в театр, и когда вы говорите себе, что вот этот артист мне понравился, или вы посмотрели кино и сказали, какой классный, какой он классный. Почему? Вот почему вам нравится тот или иной человек на сцене, или вы в восторге от того или иного актера? Вот вспомните даже любого вашего артиста, любимого, который вам нравится, внутри себя, и спросите себя, почему он вам нравится. И пока идет вот этот мыслительный процесс, я тебе могу сказать, что по большому счету, если сейчас не углубленная причина следственной связи, почему те или иные люди идут в политику и переходят из искусства в другую сферу, то если взглянуть на эту историю немножко со стороны, то ты заметишь, что они очень похожи. И там, и там есть человек, который стоит на педестале, на сцене и обращается к людям, к зрителям, к народу. Народ-зритель, да? А у зрителя... Популярность. Зритель приходит для того, чтобы поверить артисту в театре. Так, так. У народа такая же история. То есть ты, как бы, твой успех зависит от того, насколько ты... Твоя жизнь в его руках. Сто процентов. Это, я говорю, я тебе говорю, это замечательный вопрос. Во-первых, он... Я его, во-первых, никогда не слышал классный, вот. А во-вторых, это классная тема для дискуссии. В-третьих, я тебе могу сказать, что... И это будет опять же ответ на твой вопрос. Я тебе открою секрет, а может быть, нашим слушателям. Что с политиками... Давай. Политики — это, наверное, одни из самых популярных заказчиков предмета актерской... Вот оно что. То есть они... То есть политика... Политика... Это необходимо, потому что... Это не потому, что они хотят обманывать. А потому что это паблик спикинг, да, это публичные выступления, это работа с волнением, это работа с аудиторией, это работа с мыслеизъявлением, со сторителлингом тем самым, да, когда тебе нужно твою мысль донести, быть услышанным, умение держать себя. И смотри, политик начинает заниматься этим важным навыком в тот момент, когда он уже становится политиком. У него есть на это уже деньги, финансы, он понимает необходимость, и он начинает брать курсы. И у него на эти курсы, я не знаю, там, два занятия в неделю. А у артиста, который пришел в политику, у него уже была школа. Он этим занимался не два раза по часу в неделю. Он уже напитал так, что там убеждение «будь здоров». Он занимался этим годы. Потом играл роли, умел присваивать, умел... Много-много актерских навыков. Поэтому, отвечая на этот вопрос, наверняка поэтому... Может быть, играл политикой. Поэтому, может быть, и актеры, которые приходят к каким-то руководящим должностям, они более убедительны. Как раз потому, что они как раз обладают... Им не нужно учиться тому, чему начинают судорожно учиться многие политики, приходя к должности. Это очень, кстати, классная тема. И... Ну, мне кажется, я ответил, да? Мне кажется, я ответил. Да, отлично, да, супер ответ. Потому что вот эти... У нас был вопросик. Давай. Я них не вижу, у меня нет... А хороший коуч равно хороший учитель и наоборот? Нет. Вот, смотрите, классная тема. Классный вопрос. Кто задал? А... Саша... Как-то так... А точка Саш. А, Саша. Это студентка моя. Классно. Наверное, твои. Санечка, привет, рад тебе. Ага. Так. Нет. Хороший учитель. Не всегда. Не равно. Не всегда. Коуч – это еще одна ипостасия преподавательской. Вот в коучинге очень важно, важен твой опыт, да? Умение какого-то твоего навыка. То есть, например, я, кстати, не знаю, сейчас возьму из воздуха, я просто очень люблю Мэрил Стрип по-актерски. И я предположу, я просто не знаю, не обладая информацией, преподает ли она как преподаватель, но я думаю, что Мэрил Стрип – потрясающий коуч. Я бы с удовольствием взял с ней сессию, например, для подготовки к пробам. Мне кажется, с точки зрения коучинга, ей есть чем лица. У нее есть секреты, свои собственные, которые она может рассказать. Другой вопрос, что наверняка, если я спрошу, как это работает и попрошу ее это расписать в систему, она наверняка это не сделает. И вот в этом как раз и есть отличие преподавателя. Потому что преподаватель, он как бы тебя учит в этой профессии, как бы, знаешь, плавать. Разбираться. А коуч, он тебя, как бы, знаешь, поддерживает на период твоей какой-то, поддерживает на период твоей какой-то, какого-то твоего выступления. Есть же замечательная история про Мэрлин Монро. Да. И про Страсберга. Да. Про то, что в американском вообще кинематографе, особенно в старом, очень сильно была распространена система коучинга. Что это значит? Это значит, что берут человека, который, в принципе, не профессионал. Он может быть обладать, не знаю, спортсмен, он может быть, там, не знаю, супер какой-то красоты какой-то человек. Он может не обладать актёрской профессией, но он по какой-то причине нужен в этом фильме. И нанимает коуча, который перед каждой сценой с этим артистом как бы проиграет эту всю роль, не рассказывает артисту, почему так, не грузит его этими лишней информацией, не занимается с момента, а просто говорит, что нужно сделать, на какой фразе нужно сделать акцент. То есть, как бы, он совершает актёрскую работу за другого человека, а другой человек снимается. В этом, кстати, секрет. Часто многие, мы видим кого-то там, да, кто не актёр, и мы видим их в кино и думаем, какой он классный актёр. Да он не актёр. У него просто классный коуч там. За кадром. Серьёзно? Серьёзно. Да? Даже, слушай, конечно, слушай, часто бывают артисты приходят с коучами, потому что бывают роли, в которые ты понимаешь, что ты не справляешься. Тебе нужен взгляд, тебе нужна помощь, и ты нанимаешь тренера, который... Потому что актёрское существо – сложная тема, и ты иногда можешь уйти не в ту сторону. Тебе иногда нужен человек, который будет за тобой следить. Режиссёр, ты спросишь, да, как же режиссёр? Режиссёр всё-таки занимается постановкой картины, он смотрит по-другому, у него нет времени часто, особенно в американском кинематографе, нет времени заниматься каждым человеком. А если в сцене не два человека, а если в сцене четыре, а пять, а шесть, а если это большая сцена, у режиссёра нет времени, у него много обязанностей других, чтобы заниматься другими делами. Я не буду сейчас перечислять, их очень много, постановочными. Конечно. Поэтому есть... У Марин Монро был коуч Ли Страсберг. Все знаменитые фильмы, которые она снялась, у неё был за кадром человек, обладающий системой, он потом открыл свой университет, обладающий системой, обладающим какими-то, может быть, секретами, которые не для всех, которые он шепнёт на ушко и скажет, в этой сцене вспоминай, как ты принимаешь санба, как ты загораешь. В этой сцене, когда ты будешь говорить, как тебе нравится человек, вспоминай, как солнечные лучи проникают сквозь тебя. И думай только об этом. Ага. Классно. Понимаешь? Всё работает. Нет, я уже представила. А на плёнку... ...человеком. Или есть замечательный пример, тоже по системе Страсберга. Когда тебе нужно сыграть неприятную встречу с человеком, представь, что... Вспомни запах, который тебе больше всего не нравится, который твой неприятнейший запах. И попробуй попытаться в сцене, когда тебя будут снимать на крупном плане, попробуй глазами поискать источник этого запаха. А потом в какой-то момент пойми, что источник этого запаха исходит от человека, который стоит перед тобой. И представь, что этим неприятным запахом пахнет этот человек. Это секреты, которые зрителю знать не обязательно. Но в кадре глаз у артиста будет меняться. И это будет работать на картину. Круто. Поняла. И вот из таких всяких штук создаёт коучинг. Хорошие артисты умеют эту тему придумывать, обретать самостоятельно. Многим... Нужна помощь. Вот поэтому и вот опять, хорошо мы, кстати, развили эту тему коучинга, она тема интересная. Ну потому что я начну... А по поводу... Ты пришёл к тому, что это всё требует... Как это называется? Концентрации вот такого вот этих секретиков, чтобы быстро человека как-то, ну там, деформируясь в нормальное состояние, чтобы он играл или там висел. Поэтому давай тогда будем заканчивать. В принципе, вопросы у меня кончились. Если у нашей аудитории есть вопросы, задавайте. Приглашаем всех на наши курсы. Приглашаем на курсы Артёма. Поэтому я убеждена, что... Честно, я бы сама уже хотела на твой актентский тренинг. Надо будет... Давай, приходи. У нас запуск сейчас будет в конце января много всего. То есть, как бы весь Новый год учебный мы запускаем сейчас. А у вас минимальное количество... То есть, вот сколько, ты сказал, три месяца, да, в среднем у тебя идут? Ты знаешь, раньше я набирал по месяцу такие маленькие блоки. А сейчас я просто понял, что всё равно люди все переходят. В основном 99% все идут дальше. Поэтому всё-таки база, актёрская основа такая, basic. Он состоит из трёх месяцев как раз, чтобы затронуть и внимание, расслабление, и фантазию, воображение, и взаимодействие. Поэтому нам эти три месяца нужны. То же самое, как по свободе голоса, чтобы найти свой голос, найти своё звучание, научиться дышать, научиться расслабляться через дыхание, научиться звукоизвлекать. Это тоже нужно примерно около трёх месяцев. И также курс, чтобы научиться логично мыслить, понимать, как работать с текстом, как читать, как рассказывать, как быть убедительным. Он тоже строится из трёх блоков. То есть, поэтому это тоже три месяца. Поэтому я в этом году буду стараться. Я оставлю возможность покупать по блокам, но в основном буду предлагать ребятам брать сразу трёхмесячные, потому что, как показала практика прошлая, четырёх потоков, да, всё равно все остаются. Поэтому всё равно всё идут дальше. Ну, понятно. Так что давайте будем учиться. Это здорово. Инга, спасибо тебе за приглашение. Спасибо тебе за приглашение. Да, было очень любопытно. Хорошо, у тебя сегодня дня, а мы уже отправляемся уже в вечернюю. Спасибо, да. У нас 11 утра, я ещё сейчас пойду заниматься, гулять. Здорово. Вот, поэтому у меня ещё сегодня целый рабочий день. Классно, супер. Ничего там, вопросов больше нет никаких? Сказали спасибо большое. Мари Спринг пишет, спасибо всем вам за прямой эфир, очень интересный. И ещё Саша написал спасибо огромное за эфир и сердечки. Так что всё хорошо, всё всем понравилось, мы очень рады. Ну, давай, ещё встретимся, может быть, на другую тему поговорим. Давай. Давайте, всё хорошо. Спасибо большое. Да, всё, Инга, пока-пока, спасибо большое. Всем пока, счастливо. Всем пока-пока-пока, пока.